Здравствуйте, друзья! Мы сегодня встретились с подругами и приехали в город Троиц в Челябинской области. Хотим посетить Свято-Казанский женский монастырь. На самом деле в Троицке очень много старинных зданий, очень много храмов. Вот сейчас вы, например, видите храм Дмитрия Солунского, который пострадал за веру Христову при императоре Максимиане. Зашли на территорию храма, а вот вдалеке вы видите Свято-Казанский женский монастырь. Ну, мы до него дойдем еще. Преподобный Серафим Саровский. Вот сам Святой Дмитрий Солунский. Преподобный Сергий Радонежский. Внутри храма. Верская икона Божьей Матери. Большая какая. Мы дошли до Свято-Казанского женского монастыря. Сразу на территории монастыря. Смотрите, теплица. Сейчас нужно найти регистратуру и заказать требы. Сорокаусты, молебны. Чтобы монахини, матушки, помолились. История основания женского монастыря в старинном городе Троицке началась еще в 1851 году, когда несколько благочестивых женщин общинно поселились при местной кладбищенской церкви. Со временем, доказав свою жизнеспособность и положительное духовное влияние на жителей Троицка, общежитие получает официальное признание. И с 1865 года преобразуется в Казанский женский монастырь. За несколько десятилетий сестры обители добились больших хозяйственных успехов. Были построены три новых храма, школа и больница. Не раз Казанский монастырь посещали августейшие особы. Так, например, 6 июня 1868 года здесь побывал великий князь Владимир Александрович. А летом 1891 года обитель посетил наследник престола, будущий император Николай Александрович. Но мирное течение жизни обители прервала революция 1917 года. Монастырь ликвидировали, а Преображенский храм при монастыре окончательно закрыли в 1927 году. Долгие годы его помещение использовали в качестве спортзала. Остальные церковные здания обители разобрали на кирпичи. И только в 1991 году православной общине города Троицка передали единственное сохранившееся здание бывшего монастырского храма. В 1993 году при храме Преображения Господня была вновь воссоздана Свято-Казанская женская обитель. В течение последующих лет трудами сестер обустроена монастырская территория, открытая иконописная мастерская, воскресная школа. В начале XXI века на месте уничтоженной Казанской церкви построена и освящена в честь иконы Божьей Матери живоносный источник, новая часовня. А это храм Преображения Господня на территории Свято-Казанского женского монастыря сегодня. Я очень долго беседовала со схемонахиней, а после нашей беседы она благословила меня показать внутреннее убранство храма. В храме большое количество святынь, среди которых есть очень много икон с частицами мощей святых. Мы попали в монастырь в Лазареву субботу 8 апреля. В этот день как раз совпало два праздника – чудесное воскрешение Лазаря и собор Архангела Гавриила. И уже готовились к следующему празднику – входу Господню в Иерусалим. В народе этот праздник называют верным воскресением. Вот как раз икона этого праздника. Как я уже сказала, в храме Преображения Господня очень много святынь. Вот здесь, например, находятся ковчеги с частицами мощей святых. А это икона с частицами мощей Луки Крымского и Агапита Печерского. Вот икона собора преподобных оптинских старцев на иконе 8 частиц. Икона Петра и Февронии, муромских чудотворцев, тоже с частицами мощей. Икона собора Дивейских святых с частицами мощей. Всего на иконе 8 частиц. И, конечно же, на этой иконе есть и частичка мощей преподобного Серафима Саровского. Икона праведной Матроны Московской, тоже с частицами мощей. С частичками мощей святой старицы. А вот эту икону святителя Николая Чудотворца в 1891 году в дар обители преподнес будущий император, цесаревич Николай Александрович. Икона преподобного Сергия Радонежского, также с частицами мощей святого. Икона с частицами мощей великомученика Патилеймана. Икона преподобного Александра Свирского, также с частицами мощей святого. В храме как раз готовились к празднику входа Господня в Иерусалим, к вербному воскресенью. Подготавливали букеты из веточек вербы. В этом месте царит настоящая Божья благодать. Душа отдыхает. Я помолилась, заказала в регистратуре требы. В монастыре монахини и служащие очень внимательны. Подскажут, поддержат добрым словом и советом. А слова и наставления схемонахини, с которыми мне удалось поговорить, были наполнены такой любовью и заботой, что я запомню их на всю жизнь. Мы отправились дальше, осматривая достопримечательности старинного города Троицка, который, кстати, был основан еще в 1743 году, как пограничная крепость на реке Уй. Именно сейчас вы и видите эту реку, а на берегу реки располагается Свято-Троицкий кафедральный собор города Троицка. Собор является объектом культурного наследия России федерального значения. Сейчас в Троицком соборе, который в народе еще называют Уйским, проходят реставрационные работы. После храма мы еще немного прогулялись по Троицку, побывали в парке и на Аллее Славы. А это старинная гостиница купца Гавриила Башкирова, построенная в 1908 году. О постройке гостиницы существует целая легенда. Согласно ей, Башкиров, успешный купец, посетил однажды Нижегородскую ярмарку и, будучи на веселе, сказал местным купцам, будто в его Троицке есть шикарная гостиница и ресторан. Наутро, одумавшись и вспомнив о паре с купцами, Башкиров не на шутку испугался. Тут уж, как говорится, дал горячке слово, нужно его сдержать, иначе позор и конец купеческой карьере. В общем, Гаврила Башкиров нашел архитектора и незамедлительно приступил к строительству гостиницы. А это мы подъехали к реке Уй, чтобы посмотреть на знаменитый навесной мостик. Мои подруги даже решили прогуляться по нему, но я не рискнула. Страшно? Идут, идут. Наступил вечер, и мы с подругами, уставшие, но счастливые, переполненные невероятными эмоциями, возвращаемся домой. А это мы проезжаем знаменитый Коркинский угольный разрез. Это гигантская яма глубиной более 500 метров и диаметром около 3,5 километров. Это самый глубокий угольный разрез в Евразии и единственный в мире карьер, где добывают уголь с глубиной более 500 метров открытым способом. Ну вот мы и дома в Челябинске. Друзья, я желаю вам хорошего настроения и всего самого доброго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok